о чем будем говорить какие вопросы артем у вас есть вопросы ли вы уже так ровно весились тут одну смарта пообщались она прямо цветет правда нога пуша но ничего краткий на самом деле у меня у меня мало вопросов потому что мало практики но это к сожалению вот отсюда может быть вопрос вытекает когда увеличивается вот интенсивность каких-то других разрезах там на работе еще чем-нибудь вот то есть ли какие-нибудь лайфхаки кроме железной силы воли поддерживать регулярность потому что хороший вопрос знаете в этом я не получилось вот но вот в этом вопросе я вообще тупой как валенок потому что не было ситуация которая бы могла заставить меня не заниматься объясню вот допустим еду я в иркутск четверо с половиной суток по моему идет так ну и чего просыпались 6 часов поиспит глухо вот я иду в тамбур где-то после урала там рельс становится бесшоткой то есть такого нет этого и дыды дыды так и уж так ровненько да вот я нам делаю стоящие асаны потом посты на ручонках вот потом ухожу народ просыпается начать есть и есть основе где нет но я на верхнем полке там согнулся прогнулся скрутился вот как-то так черта в 5 сутки выходишь уже там в иркутске у тебя земля под ногами дыды дыды слушай вот ну работали мы в страде 100 от страде значит вот если у 1 сюда крыму а с другой стороны горные ряды там к оси ленинца курска ну кишлав татарское название и там было три объекта нас там было 22 человека вот и у нас троих там это вася странатка это значит я и алек зарубский у нас была такая работа там было белый камень альминские блоки в сыром виде в сухом виде вам 38 килограмм во влажном 42 вот мы работали 6 утра до 8 вечера час перерыв вот у меня была такая работа я начал брал камень но только того значит да и вот так значит 6 утра 8 вечер спереди час об этом я поднимал мы электром за день примера по 20 тонн камня работу мечты работа мечты да и на солнце плюс 45 вообще отлично да пригревает то есть пот он течет стекает он затекает глаза потом значит пройдет часа два ботинка хлюпает уже да вот на то что не просыхаешь вот после этого насчет когда начинала темнеть 8 число мужики и шли в столовую а я значит шел вот там настолько барак где мы жили и с обратной стороны глухой там было какое колесо 2 2 бетонное такое крыльцо я отбрал коврик и шел туда заниматься там так стоял одинокий столб там но деревья и он шатался светом такой значит да ну и местная там эти алкалоиды и дают пелется приходит слишком быстро приходится их с русским словом отгонять ну вот как-то так то есть не было такой ситуации сайма заниматься днем я занимался ночью советами давать сложно понятно мотивирую мотивирующие но вот вот вчера просто приду пример вот вчера точно поставил себе цель что я вот приду и позанимаюсь но ощущение что где-то уже восемь вечера думал сейчас пойду понимаешь а потом сижу и ощущение что вот а не хочется вставать вообще понимаете не хочется то что организм любую посту отвергает да вот не вот отвергает я помню мы тоже с вами обсуждали что ну как бы коврик расстелить это сложный шаг вот этому я расстелю а дальше в радость не пойдет должно быть все-таки в радость ну или в какую-то радость и вот вчера не стал себя радость вот для меня позаиматься было радостью они позадали не позайматься кто но и не было как бы как бы я не позанимаюсь ну не знаю понятно я честно говоря не ждал здесь волшебного совета потому что все все понятно вот вопрос мне кажется что все таки утренники и вечерники это две разные группы и я в смысле тем которым с утра заниматься ли да 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 поэтому я как завидовал так и продолжаю хорошему завидовать утренником знаете это может там 6 30 попрактиковаться и дальше как вы говорите свободен эти все несколько условно вот жаворонки совы значит знал я думаю такую сову по имени гриша гринберг который он все за всем году уехал штаты он 5 лет там работал на чудо и он говорит мне не я вот чтобы я с утра встал не не как что-то приехал бы таким шаром к столу ё-моё нужно работать зарабатывать чтобы не сдохнули жара только так без вопросов поймете не знаю но для меня никогда не было не знаю наверно куда неправильно поэтому меня очень говорит там как люди говорят вот я хочу вот насчет не могу не получается для меня как-то не помню если я хочу значит я уже могу то есть я могу делать ему может получиться может нет но не знаю как то меня да все понятно это все в пользу бедных ну-то это вас тупой он мне все понятно я же горе я здесь вашему цвету не ждал потому что вопрос он не технически он просто либо ты да либо ты нет конечно и связано с самочувствием тот она наверное надо учитывать ну если человек более менее здоров то тогда конечно или плохое самочувствие ну зачем допустим человек заболевает у него там ну скажем до 37 можно заниматься выше 37 заниматься рекомендую с асанами но бывают такие случаи что человеку если вот удалось на грани все уже чувствует неважно глубоко расслабиться то он может не заболеть такие случаи бывают ладно простой маленький технический вопрос еще курс массажа когда проходишь вот как-то а какой массаж большой маленький средний медицинский массаж спины всей по показаниям да но общий массаж тела или общий массаж спины 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 шеи спины там поясницы так далее а сколько по времени идет массаж на минут 40 сеанса курс обычно там 10 раз во время дня ну там днем примерно днем или утром иногда вечером тогда лучше заниматься утром конечно до того да да если допустим его укалывания то это вообще нужно бросить тайогу не вот про массаж просто потому что массажа конечно особенно в первые там процедуры сеансы все очень там сдвигается и тело тело по-другому вести себя начинать поэтому лучше до и так и если вы на море вот я тоже когда выезжает и были только утром потому что когда день на море на солнце вечером не рекомендуется понятно спасибо какие-то просто ведь меда слушая вас внимательно как а вот ну состояние покоя мне удается да я сделала выводы какие-то из практики мне удается получать если я нахожусь в разных балансах и ни в коем случае не у стеночки ну то есть если вы я занята непосредственно балансом он не может отвлекаться на что-то другое тогда но понять это получается забавно вот смотрите да и когда когда вы балансовый поза на значит на баланс да на равновесия то тогда сознание вынуждена привязывается туда так а что что мешает других позах куда-то вынуждена привязать трудно сказать возможно я к ним просто слишком привыкла и можно пробовать что я взяли звездочку вьетнамского этот вот который пахучий вот на лоб на если где будет и так но и здесь жжет такое легкое жжение она постоянно жжет его он можно вот как бы смотреть за этим ощущением да вот непрерывно кто-то делал делал до нас а это не один а что и чтобы пока она там это да потом она проходит как хава забавить потом она проходит и проходит но надо просто пытаться нужно сделать на количество попыток вот я вам скажу такая вещь сейчас придет наш коллега да нет у него открытом просто это аппарат орёт дурацкий не все хочется его треснуть я делала до в течение дня там ну мне показалось недостаточно как-то вот них но не получалось у меня достаточно расслабиться я вот так как вы говорите да я встала в 4 утра только нам пришел так марта сейчас нас убивать начнем передевайте так где где товарищ наш и он пропал короче ничем такой пример приведу ходил бы шум он еще услышал ну ладно смотрите значит когда вот в армию пришел и там у нас когда уже были боевой части на боевом дежурстве у нас значит был второй этаж значит это был приемный центр передающий центр там ротом того и было спорт рот 0 пацаны как я у которого возьму след но и же мастера спорта по гимнастике по легкой атлетике поэтому не твоя жизнь а ездят соревнования армейская у них там поелка офигительной и свои тренировки то есть армия ну как бы не в армии вот но интересно же там и такие вообще им нас а допустим там и такие штуки вверх и блин и глазами смотрят и я не спрашиваю там был такой василий мы с ним познакомились такой им нас мастер спорта такой невысокий парень устроились значит марта ну вот и на руках стоит но на дно у нас блин я ври слушай а трудно научиться так думаешь меня так посмотрел повертел пощупал варит но ты делай так говорит и становись стенки вот в нору мах на ногой там да и стал стенки с опорой не стоит там плечи привыкну короче я так смотрю думаю что ты через полторы тысячи делаешь раз и станешь и все ну а делал день по три попытки я встал через тысячу сто с лишним раз не через полторы привыкаешь значит да запястья привыкают привыкают разгибали привыкать плечи потом начали зависит а потом она стоит цирковой стойка может стать пророги можно стать прямой как струна дата можно глаза закрыт ловишь равновесие да на дно руке выясняется что одна рука у тебя тупая вот правом я здорово а левая но она тупая а левая она слабее но она неудобнее то есть количество раз ну просто вы хотите чтобы сразу а сразу не получается я вот в основном про ментальный компонент так вот я говорю когда вы будете внимание возвращать тело возвращать сюда допустим переносится куда-то где она удерживается постепенно там удерживаться не нужно мне сделать одну практику вот чисто из балансов и ну нет нет это 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 бесчеловечно ну как организм одними этими не не надо спасибо как у вас практика идет марта никак не идет к сожалению ну я хочу поставить оступиться вопросами вы ставьте меня тупик сами ответами и и просто нет есть нидра в виде попыток сделать это в машине в обед что получается ну туго прям тянет отвлечься даже если ничего не опять же на тупо делать и привыкать к этому тут ничего не делаешь но я могу сказать что первый раз это прямо была борьба рука тянулась к телефону рука я жить борьба да без волна после обеда сосном второй раз полегче вообще надо делать и все да но коллеги косо смотрят куда же машину ходе куда я ухожу потому что все обедают вместе вот меня вы объясните вы выберете я гуляю все вас примут но новый коллектив у меня еще мне нужно посмотреть но не дру не дру делают значит вчера сделала шавасану вечером ну на ночь прям в постели вообще улетела через минуту сразу но этого я очень поздно легла может поэтому летела такое ощущение что я заново возвращаясь ну за на практику до вышли не успели въехать капитальную практику лишь кузин уже перерыв да ну я предусловать хамопады там сказано так если что-то делаешь то дело это сверла все ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли как так там сказано не даже лицо сейчас легко сложно расслаблять ухты но отвыкла понятно поэтому я новичок всем а нога тебя как ведет жить не мешает нет жить не мешает новую нужно над ней еще поработать гимнастика там сидела но не сгибается палец но время про фрагмент спасибо как у вас не более-менее физика наладилось эмоциональные сферы сейчас барахлет но это наверное нормально у меня вопрос вот какого плана если я не дру сделала 20 минут и меня отвлекли вот как мне лучше через какое-то время снова сделать или но перед сном вообще делать какого цель его зачем вы его делаете какая вас ваша цель вот вы делаете зачем данный момент времени или сегодня для того чтобы устали или почему для того чтобы научиться расслабляться для того чтобы добиться тишиной если вы думаете перед сном если вы как нет я в обед делаю в основном или перед сном побед или перед сном лучше днем любом случае потому что один но перед сном делать не труда вы как бы расслабились очень хорошо потом да у вас появляется бодро за мной спать ну еще с этим делать ну вот в обед меня разбудил ребенок на двадцатой минуте считается что я сделала или это 20 минут расслабление это не но это вы прямо как есть такая пословица знаете быстро поднята вещи считаются упавшей не знаю нет ни ни дру если память есть расслабление делать в один родил целиком значит лучше повторять еще у меня вопрос я как-то слушала ваше видео по поводу того почему в течение после занятий йогой в течение получаса не надо ни пить не душ принимать меня отвлекли и я вот так сейчас не найду ответа на этот вопрос можете повторить ну на самом деле душа просто потому что когда вы практикуете асану с глубоким расслабляем то артостатиками то есть давление на кровь она более равномерно распределяется по организму качер допустим там сидит доходит не всегда значит давление вот здесь будет немножко кровяное на уровне головы значит ниже если он конечно не работает башку очень сильно она будет больше да тогда займите йога но усредняется по всему телу а когда вы в душ хоть теплый или холодный неважно то вы тогда оттягиваете кровь по кровам тела и этот баланс меняется смазывается вот но если комнатная температура воды такая температура кашу не чувствовалось вот тогда наверное это можно но лучше все таки а что касаемо еды некоторые говорят вот допустим хочется там есть пришел с работы но выпить за стакан воды или там молока если у тебя то хорошо идет и все у меня обычно как бы вот допустим вот хочется им даже сильно выпил сакан воды и начинает заниматься все закончил расслабился опять есть хочется ну нормально чего еще до после занято часа не получился на самом деле это условно вот насчет воды я вам сказал насчет еды на 15 минут вы расслабились уже да как туда-сюда с едой нормально вообще не может быть так что вы допустим там 15 вы подождали а потом взяли торт и загрызли его до насмерть но пути потихоньку кушать значит да не на заморачиваться просто не нужно есть только чтобы желудок доил на глаза вот а еще извините а перед йогой нидр в обед также не рекомендуется в течение трех часов не есть не пить ну мы с вами говорили если вообще вы устаёте в течение дня или к вечеру то нет же лучше делать обед это однозначно бывает так что человек вообще вымотан просто никакой но тогда начнем с утра глаза продрал 12 часов уже все начать рубить послушание 5 часов еще раз послушать их с ним значит это будет полезно но два раза но не больше а так один раз вот днем это лучше всего бога йога и алкоголь совместимые совместимые вещи как-то бы с протокола товарища сосудовари почему пьете водку ответ потому что она жидкая твердо борются зубы но я не говорю как он спрашивает какое отношение вы имеете какой к алкоголю можно узнать непосредственное отношение о вопросах вопрос следующий ну вот хочется выходные там в субботу выпить вкусного белого прохладного вина а в этот день практика практика исключается а вино хочется расслабиться чуть-чуть вкусно как говорят в испании чуть-чуть сангра пивой крови но я вам скажу так для меня вопрос от никогда не стоял потому что мне как-то алкоголь что есть что нет если вина допустим выпиваете какой она обычно красная белая там бен колька и бокал на обеде с свидания допустим там или вечером но если утром позанимались то потом можно принять к вечеру бокал и ничего на следующий утро может быть займаться не надо так видит бог я хотел кеда мог родила но у меня вынуждаете есть комментарии от друзей когда я говорю что я хожу на йогу но занимаюсь они говорят мне а зачем выпил венца нормально все по жизни будет каждому свое удачи ассоциируют расслабление да нет вы мне говорите слушайте я в течение своей жизни я действие был непьющим всегда и везде значит дам я больше всего достали грузины тбилиси а вот там от не было трудно отбиваться уже это действительно как это тяжелая работа а так то чего мне как бы была такая в техниками когда учился нам было 15 по 16 лет там значит ну как там нельзя было отвертеться пришли приходишь или все там классе да ты кто значит да ну я в основном там как там фикус такой был вечно фикус он зачах концу года правда бедный но не всегда удалось вернуться не всегда вот а вот вас армия пришли мы собрались чебуречной искам мужики ну надо выпить ну как парня дембель мужики с этого момента вот давайте сделаем так вы за меня выпивайте а я за вас покушаю и все ну начались там ну что сволочь такая дольше все жить хочешь что ли да ну да и так далее а потом привыкли прошло пять лет вы скажите кто там что бойко там выпил они тебе в лицо плюнут не поверить все равно да вот и потом уже как-то не знаю но я не считаю что мне это просто никогда не нравилось у кого никаком виде не пила не вино первым у меня опыт был какой это я был 13 лет у нас сосед михаил парковьев древятников вот такая шпала два метра ростом вот чем я в этом были необычные люди у него был бас вот голос стекла дрожали он говорит дрожать стекла понимаете ну такого никогда не слышал вообще больше никогда нигде вот значит так он что делал он ставил сковородку чугунную картошку жареная и 4 пол литра водки за полчаса сковороду и 2 литра водки стаканами и потом шел камни ворочать на жару вот и вот как то значит он а мы жили вот дома то ну вот они вот мой мой дом значит там это его наш он ведь иди сюда я говорю то ли где но там сыну а только мы с ним друзьями он и точнее предложил колоде сюда захожу нет у них как-то воним верандой булькой ты будь гнусная он давно такой говорит заберешь такой дали попробуй я бы как попробовал при лифте самого я поливаться не мог и полчаса этого пероопытами был такой может быть это повлияло не думаю потом вот я пробовал даже когда квад бывает класс которым там больше трех процентов мне это против нас сразу не просто не нравится никогда не нравится вот а потом еще когда-то водка она теплая я могу пить только мелкими лотками это вот валера друг моего хром берет делаю провалилась туда все вспомнил это все был данные вот он мне дать до 17 лет потом как-то это было очень как-то но потом знаете тогда это было не так как сейчас сейчас вас бокальчик а тогда это было делом честь и доблесть и игородство поэтому а друг серёжа на самом году жизни умер загорел от водки отравился 17 лет понимаете это было не смешно это было не смешно это может такое рассказывать что волосы то есть не она сначала смешного но потом когда воды идут кого-то там зарезала в сибири под поезд попал пьяный значит да кто-то там упал сверху значит и так далее так далее поэтому бывает конечно смешно нет но бывает такое что ну дать им расскажу чтобы разрядить значит это было 15 лет мой друг паша неверовский значит он жил за речкой 50 метров вишневый тупик там когда вишня там все было таким слоем засыпанных никто не собирал до им хошли хлюпает под ногами эти вишни вот приходит ко мне злой как собака вечером поем покурим и пашешь не курю а я буду я речу папаша как меня поймал их морду набил но он папаша не разрешил ему курить по нему покурю но пошли тут такая трасса ялтинская идет это значит два тополя стены и сейчас стоят громадные тополя таки мы там прилазили там нота вот и расстояние метра наверно от домов метров 30 это мой метров 40 и трасса а тут поле вспахано там сейчас растет ли деревья до обхвата или в 3 там где мы значит спахано и черное такое там на все дома метров 70 тут метров 40 речка салгир спахано поле оттуда ведь раз она освещена то мост тут речка течет ну черная земля спахано света мало только с трассы но стоит курит вдруг тут к движению слева но это черный текло движение р-патчет такое ведь не знаю может отойдем верю да ладно там нашел под дубину такую значит на столе с ним не догоняем движение ближе что близи мужик ползет по полю наиска смертельно пьяный недоступен ни слова ничего они будут прикатываться ползет как свинья весь этом черноземье мужик упал туда к речке в ночь неубиваемый русский человек кому скажи но это ладно или к примеру пошли на самолку на южный бук когда в армию пришел в учебке были с утра речка хорошая с утра там только девушки и хорошо и солнце после обеда к мужики комары в основном да значит ну вот мы пришли значит после обеда и там была компания каких-то парней ну и было лет 25 но и казались нам уже ну нам-то после нас они уже под выпиши были и поспорили и вот мы смотрим поспорили там забили там насчет короче бутылка значит столичной 07 откроет пробку берет бутылку ныряет бух через минуту выплывая белка пустая под водой выпил лодку воду ж воду не были что-то может выпить заместить воздуха все выпил глазами через пять минут мужик готов ну вот такие вещи но это смешно а потом когда начали умирать мои ребята эти друзья мои покупали завали кровь и купить водки когда мы через технику после армии стала разносить валера был чуть ниже меня липатников 160 килограмм тоже кровь значит витя куликов он чуть выше меня мастер спорта баскетболу 35 годам 210 килограмм это не выйти не выйти никуда это это страх божий я рима витя ты сделать чей можно же он глядя не поздно он умер раз не задавил и выполнил хоронили блин как 50 раз жиры такой ужас это уже не смешно вот поэтому алкоголь и вот бокальчик ладно но если бокальчик очень систематически то проблема думаться будет проблема я вчера зашла в пятерочку без 10 10 ну магазин знаете топ товаров которые нужны ким один такой грустненький значит топ товаров которые были в корзинах у людей кто попробует угадать значит крепкая очень один набирал парень рюкзак рюкзак пиво у него них не ему друг помогал так впихивать потому что никак в итоге в руках внесли но и вторая категория то сладости смотрите да значит когда-то на счет я был это еще в сервере смеси вначале apple цирк на проспекте орнацкого и там выступал такой соло калибр такой был леп осинский мужик был уже очень годах такой вот он морщина видно что в годах я был как он умер на счет вот там такой столик как бы стоит или столик или ящик значит и стержень торчит значит он выходит становится на одну руку и стоит стержень начинает выражаться под купол но там стержень стоит минут десять он там и так и так и так на одной руке автор руки у нее общение это у него протез но у нее потерял представляете вот только мужик в общем ну супер значит пассажир без билета есть такая книга аронов про него писал вот про него книжка значит его там описывает только случай это были значит где-то конец двадцатых годов неп вот а он уже когда в цирке работал вот его приложил цирком его выламывали все такое значит и старший товарищ говорит мне у него была специальность такая цирк я сейчас не скажу вы поймете говорит слушай пацан у тебя до прохудились уже колеса ну ботинки начинаю новую купить тут и гнушу в этом дядя не сколько стоит я так суда не заработать пойдем со мной ты думал чем и пошли не в кабак пивной ну заходит а значит пивные эти морды значит там эти раки хрустят под ногами значит и так как обычно эти то морда кто больше выпить типа там же заспорили значит а там рида для меня в этом я могу там и 7 кружек там там полулитров до запросто то короче он стрелал разовар начал на к нормальной комплекса среди это ребята вот я думаю что вот я мог бы 10 кружек выпить ну ты чё потом парень это будет после себя мы туда и то а давайте он типа вы как слегка пьяненький поспорили значит а вот начал пить ну по нам видеть на деньги поспорили понятно да и начал пьёре после того шестого кружка взялся за сердце после восьмого он позеленел последнюю допила мелкими глотками защита выпился говорят ну даёт мужик но если после ребята на хотите еще 10 кружек подряд у тебя ладно лопали так что такого не может быть тут это барьёта себе сиди я дабы если такое вижу давай еще куча денег 10 кружек выпил хоть и вы где-то восстали соски вертами вышли за счет этого я у меня был номер он выпил аквариум с рыбками ведро и понимаете да вот так вот сорват полна жизнь то есть мужики крупно попали пристали ведро ведро выпить пиво при вот то это конечно так для смеха рассказывать вот в общем-то пиво еще вреднее некотором роде все что принимается систематически она спиртное но вредно хотя бывают случаи когда как правило того алкоголь убивает личность это тело остается но мозги но было случае когда остается мозги остаются тело вот был такой венедикте арофеев который писал знаменитых не у вас по петушке у того тела алкоголь убила ум нет вот редкий случай вот так что с алкоголем правильно ли можно говорить о том что люди кто пьет я и не говорю уже очень зависимых людей и не пытаются справиться с напряжением там депрессией так далее если у вас такие случаи были ли что человек бросал пить и плохие были в случае хорошая бросал пить переходил на ее самом деле на самом деле зависимость формируется по разному на самом деле к человек пьет то это вопрос там типа зачем ты пьешь он дурацкий вопрос должен оставиться что ты будешь делать если ты не будешь пить вот если это просто как ответить себе позитивно то он бросит значит вот мой друг начал так он был всю жизнь бытовым пьяницей теперь ему очень плохо очень плохо и вот так чем жить так лучше застрелиться наверное да но он живет на лекарствах на врачах безвыходно ну так вот нам начало так очень просто у него отец был очень суровый мужик он кончил войну в полковника смерша здоровый совершенно беспощадно значит вот он он был он его сестра младшая ольга вот они вольгу не баловали все такое вова но держал вот так его уходил по струнке дома вода сюда и он был все время напряжен в общем-то а когда вообще мы начали учиться общага там народ к ивану выпил опа ему хорошо стало он расслабился и 1 и 2 и 3 10 дома так а здесь так а потом все вот это зависимость да такая есть как говорится может быть все может остаться вы можете шутить смеяться даже бросить и курить набросить пить не нужен бы значит были случаи когда ну как правило это человека должно уже прижать на смерть до то силе поговорить цели хотя вот мой друг валера институтский он переболел желтухой 35 лет и да он классил с юности вот потому что у него было конечный диссонанс вот и ему сказали пить нельзя нельзя пить печенка а мне нравится 37 лет умер мне нравится все тут ничего скажешь свобода 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 выбрана вот демократия однако а что такое демократия кто скажет чем отличается от свободы нет демократия не не будем мы не переводим буквально нам просто его демократ понятие демократия когда вам как бы все равны да у всех равные возможности то есть ты свободен но все остальные тоже свободны вокруг тебя ты пробу докажи что ты там лучше кого-то дать но это одно мне просто приведу пример если вы смотрели фильм угрюм река они книгу читали шишкова там как приезжать барин думаю пьяный как свинья это ван иванович там встречает слуги суетятся дорожку там коврового там от калитки по снегу выслали не хочу вред в дверь а руби стену мол его через стену дать ну и да и они рубят нормально приезжая когда вот гришка уехал значит штаты и потом меня попросил приехать чтобы я с ним там поработал года через три едем мы из сан-франциско бирвелли медвежья долина там еще выше там было сковы или там великое олимпийские игры где-то лет сорок назад если не больше это беру или насчет и там у них как бы это задача дома у кого-то сколько денег два этажа три этажа там вот забора обычно нет там сеточка такая которая даже не видно но никто никуда верит может и залез на чужую территорию пуль в лоб лек это ничего не будет вот я хочу со наверное ну полтора дорогой хорошая я горишка в рио 4 лет не купишь на хрена тебе полтора до 20 минут он не отвечает я бы купил говорит наш соседи мешать буду кто бы у нас подумал да соседям ну вот чем разница на вот поэтому демократия на ладно мы отвлеклись вот может нам чего интересного рассказал но по теме еще вопрос есть вопросом не расходимся